Дорогие и многоуважаемые учащиеся студенты, преподаватели, я очень рада нашей очередной встрече и продолжению разговора про значимость междисциплинарной кооперации вокруг генетики. Неспроста у нас в стране два года назад была утверждена специально-техническая программа федерального масштаба по развитию генетических технологий. Сегодня от генетики и от генетических технологий ждут революционных изменений, которые положительно отразятся в том числе и на нашей экономике. Но отвечать этим высоким требованиям и ожиданиям и справиться с этой важной задачей генетики в одиночку не смогут. Здесь нужно крепкое плечо и надежная кооперация, и взаимопонимание, и, наконец, интерес со стороны представителей других наук. Нам очень нужны информационные технологии, нужно сотрудничество с математиками и инженерами. Мы находим интереснейшие точки соприкосновения с гуманитариями. Более того, скажу вам, современная генетика не была бы такой яркой и актуальной, а, возможно, не развилась бы и вовсе, не будь плотной почти столетней совместной работы с физиками и химиками. И в этом союзе все еще впереди. Об этом мы сегодня и поговорим. На почве существования этого прекрасного трио родилась целая плеяда физико-химических методов биологии, которые позволили открыть молекулярные основы генетических процессов. И по праву, те, кто исследует сегодня биомолекулы, могут называть себя и генетиками тоже. Кстати говоря, за последние полвека целый ряд Нобелевских премий вручены были именно за открытие важных для практики феноменов, касающихся наследственности и изменчивости. То есть, по сути, за генетику. Но в начале 20 века, когда учреждалась Нобелевская премия, как мы помним, законы Менделя были еще только-только переоткрыты. Никто и представить себе не мог, что зарождающееся тогда направление станет через несколько десятилетий по-настоящему революционным. Структура Нобелевских направлений не меняется, и потому все открытия, касающиеся генетики, удостаиваются премии по химии или по физиологии и медицине. И вот в этом году за системой генетического редактирования Крис-Паркас была присуждена премия по химии. Надеюсь, химики не отнеслись к этому ревниво. Давайте же рассмотрим, что интересного и яркого уже сделано на почве этой кооперации и каковы дальнейшие перспективы. Все мы, наверное, помним, как в детстве, первый раз остановились как вкопанные, увидев в темноте, в траве или на кустарнике маленькую загадочную светящуюся точку. Сегодня этот феномен свечения жуков-светляков хорошо изучен. Называется этот феномен биолюминесценция. Выделено описан фермент люцифераза. Этот фермент катализирует реакцию, в ходе которой молекула АТФ активирует пигмент люциферин, после чего к нему присоединяется кислород. И в тот момент, когда от окисленного люциферина отделяется СО2, то молекула пигмента оказывается в возбужденном состоянии. И при выходе из этого состояния испускается квант света. Вот это самое свечение мы и наблюдаем. Гены, кодирующие люциферазу, широко применяются в генной инженерии. Мечты сделать волшебный ночной мир со светящимися аллеями и диковинами, светящимися в темноте животными, пока не воплощены. Но ген люциферазы, как и некоторые другие гены, успешно используются в качестве генов-репортеров. Чтобы было понятно, как создаются и работают такие конструкции, коротко рассмотрим принципы генетической инженерии. Это направление относительно молодое. Отсчет ведут с 1974 года. Для того, чтобы технологии генетической инженерии обрели жизнь, необходимо было подсмотреть и сообразить, как использовать несколько природных феноменов. Во-первых, генным инженерам повезло. У бактерий, помимо собственного генетического аппарата в виде большой кольцевой молекулы ДНК, есть еще маленькие кольцевые молекулы – плазмиды, которыми бактерии обмениваются между собой. Ученые научились в лабораторных условиях выделять эти плазмиды из бактериальных клеток и обратно вносить их в клетку. В бактериальной клетке количество копий плазмиды может многократно умножаться за счет репликации. Во-вторых, у бактерий нашли особенные андонуклеазы, которые узнают специфические последовательности ДНК длиной от четырех пар оснований и делают одноцепочечные разрезы. Так что получаются такие одноцепочечные концы, как представленные на рисунке справа. Их еще называют липкими концами. Липкими, потому что при встрече с молекулой, у которой есть комплементарный липкий конец, образуются водородные связи. Липкие концы соединяются за счет водородных связей. И достаточно действия еще одного фермента, который называется легаза, чтобы сшить такие молекулы. И вот получается так называемая рекомбинантная молекула, рекомбинантная ДНК. В итоге, если таким образом разрезать плазмиду и вшить в нее некий ген, а потом такую новую плазмиду встроить в бактериальную клетку, то можно получать много-много копий этого гена. Более того, можно таким образом нарабатывать и продукт гена – белок. Так, например, встроив ген инсулина, можно при помощи бактерий нарабатывать этот препарат, очищать и использовать для лечения больных диабетом. И это уже давно делают. Для подобных работ надо было еще научиться синтезировать методом химического синтеза молекулу ДНК небольшого размера. Это тоже было сделано. Ну, вот что касается, скажем, растений, то среди бактерий нашлась так называемая агробактерия, которая тоже имеет плазмиды. Агробактерия в природе способна передавать растению ДНК из своей собственной клетки. Вот на основе нее и придумали искусственно вносить гены в растения. А, кстати говоря, совсем недавно было показано, что вообще существуют и природно-трансгенные растения. А доказали это ученые Санкт-Петербургского госуниверситета во главе с Татьяной Матвеевой. Теперь о генах-репортерах. Такие гены должны кодировать нейтральный для клетки белок. Такое наличие которого в тканях может легко детектироваться, скажем, по проявлению окраски на специальном субстрате, как мы видим слева. Или характерного свечения, как мы выше рассматривали биолюминесценцию, основанную на испускании квантосвета. Или же, как на картинке справа, свечение в ультрафиолетовом свете. Зачем нужны гены-репортеры? Вот, скажем, нам надо понять, в каких органах и тканях будут экспрессироваться те или иные гены. Тот или иной трансген. Мы делаем на основе плазмиды специальный вектор, который доставит ген в растение. Но как же мы проверим, что этот ген будет работать в нужной ткани? То есть иметь тканеспецифичную экспрессию. Протестировать корректную работу вектора можно, встроив в него такой вот ген-репортер. И мы будем воочию видеть, где конструкция работает. Вот мы слева видим на фото, где-то корешок, где-то листик проростка окрашен в голубой цвет. Это означает, что там экспрессируется трансген. Или, скажем, надо проверить эффективность созданной конструкции. Так, чтобы на выходе был высокий процент трансгенных растений или, как еще говорят, трансформантов. Вот справа представлено свечение в ультрафиолетовом свете клеточных протопластов. Здесь как раз использовался ген-репортер GFP, так называемый зеленый флуоресцентный белок. Первыми коммерчески успешными трансгенными растениями стали кукуруза и хлопчатник, несущие в себе ген бактерии Bacillus thuringiensis, названный ген CRI. Этот ген кодирует белок, токсичный для личинок, чешу и крылых. Действует так называемый БТ-токсин, продукт этого гена, избирательно. Он не вреден для других насекомых или для человека и животных. Белковый продукт гена CRI образует агрегаты в форме кристаллов. Эти кристаллы при нормальном pH не токсичны. А вот при высоких значениях pH 9,5, вот как раз именно такой pH в средней кишке у личинок, чешу и крылых. При этом pH вещество расщепляется кишечной протеазой, образует меньшего размера белок, который токсичен. Этот токсин связывается с эпителиальными клетками кишечника, образуя поры в клеточных мембранах, что приводит к нарушению ионного обмена и как следствие нарушению питания личинки и в дальнейшем к ее гибелям. А вот уже и природное приспособление. Здесь нет никакого трансгенеза. Речь об антифризных белках, которые нужны для устойчивости организмов к замерзанию. Вообще белки антифриза это такой хороший иллюстративный пример конвергенции в эволюции. Что это означает? Многие организмы приобрели это приспособление в ходе эволюции независимо. То есть белки антифризы эволюционировали у них из разных исходных генов. Но в результате все они имеют сходные свойства и сходный принцип организации. Это и есть конвергентный принцип эволюции. Антифризные белки это небольшие по размеру белки с плоской поверхностью, богатые аминокислотой трианином. На рисунке участки трианином выделены светло-голубым цветом. Вот эти участки связываются с поверхностью кристаллов льда. Представленные на рисунке белки обнаружены у рыбы бельдюги, у зимней камбалы и у ряда насекомых. От белков теперь перейдем к низкомолекулярным соединениям. Целая плеяда молекул, подчас еще не описанных, создают богатство запахов, распознаваемых животными, ну и конечно человеком. Помните, в прошлый раз мы рассматривали, как человек, приспосабливая для себя растения, отбирал редкие мутации. Недавно стало изучено, какую мутацию отобрал человек после одомашнивания риса. Характерный аромат риса, особенно выраженный у так называемого риса басмати, это результат мутации в гене БАД-2. Эти мутации способствовали изменению кодируемого фермента, который нужен для синтеза 2-ацетил-1-пиролина. В сортах ароматного риса отмечено повышенное накопление этого соединения. И у них же у этих сортов присутствуют и определенные мутации в гене БАД-2. Распространение таких мутаций – это пример эффективного искусственного отбора во время одомашнивания растений. А вот и любимые многими цветы. Аромат розы знаком, конечно, каждому. Однако, очень часто розы, которые продаются в цветочных магазинах, несмотря на то, что отличаются разнообразной формой, расцветками, но при этом практически не источают приятного аромата. Дело в том, что свойства, связанные с запахом, нередко утрачиваются при селекции, которая направлена прежде всего на совершенствование внешнего вида растений. Да что касается генетических основ аромата розы, до сих пор у ученых было недостаточно информации по этому поводу. Однако, совсем недавно был найден ген, который признан частично ответственным за запах розы. Группа ученых сравнили геномы двух очень разных сортов. Одного ароматного с ярким запахом, другого очень слабо пахнущего. И вот, при изучении результатов сравнения, внимание генетиков привлек высокий уровень экспрессии гена Рейч-Нудекс-1 в лепестках ароматной розы. Для проверки сделали трансгенную розу на основе ароматного растения, но сделав так, чтобы в нем отключился, то есть совсем не работал, вот этот самый ген Рейч-Нудекс-1. Полученные цветы с выключенным геном производили гораздо меньше ароматических соединений из числа монотерпенов, которые как раз ответственны за многие природные ароматы. Это и доказало гипотезу ученых о том, что найденный ген Рейч-Нудекс-1, находясь в функциональном состоянии, определяет наличие аромата розы. Говоря о розах, невозможно обойти стороной историю с попыткой вывести розы необычного цвета. При помощи традиционной селекции, как ни старались, никак не удавалось вывести такую розу, окраска которой сместилась бы в сторону синего цвета. И в конечном счете пришлось все-таки обратиться к генным инженерам и создавать трансгенную розу. И при этом пришлось задействовать гены ириса и фиалки. За спектр окраски различных частей растений, от бледно-розового до красного, фиолетового и даже темно-синего, отвечают особые природные пигменты. Эти соединения называют антоцианами. Относятся они к группе флавоноидных соединений и имеют фенольную природу. Растения способны синтезировать три основные группы антоцианов – пилоргонидины, цианидины и дельфинидины. Отличаются они количеством гидроксильных групп на одном из бензольных колец структуры. Разное соотношение этих типов антоцианов и объясняют широкий диапазон окрасок. Мутации по генам биосинтеза антоцианов приведут к получению белой или желтой розы, если мы будем экспериментировать именно с этими растениями. Но, правда, у желтой розы должны при этом быть еще другие пигменты. У синих цветов, если взять, собственно, дельфиниум, из которого впервые были выделены дельфинидины, потому так и названы, или, скажем, у фиалки, у ириса, больше всего именно дельфинидинов. А у розы, как выяснилось, не работает один из ферментов, который как раз нужен для синтеза дельфинидинов. Рабочую версию этого гена, обозначаемого F3-5-H, позаимствовали у фиалки. Сделали трансгенное растение, проверили, что нужный ген в нем работает хорошо, он экспрессируется, но при этом спектр окраски лепестков полученной розы лишь совсем чуть-чуть сместился в сторону синего. Посмотрите-ка внимательно на схему биосинтеза. У представленных трех ветвей биосинтеза есть общие ферменты – ДФР и АНС. Так вот, оказалось, что фермент ДФР розы эффективнее связывается с субстратами, предшественниками пилоргонидина и цианидина, а с предшественником дельфинидина связывается плохо. Тогда сделали следующее. Ген ДФР самой розы отключили, а взамен ввели ген ДФР ириса, который эффективно связывается с дегидромирицитином, предшественником дельфинидина. Ну и вот в результате получилась такая роза, как вы видите на картинке справа. Цвет, конечно, не такой голубой, как у фиалки, но спектр в сторону синего удалось сдвинуть максимально, насколько возможно, не меняя остальных генов. А если вам кто-то предлагает к продаже прямо-таки ярко-голубую розу, а не сиреневатую, как эта, то это, скорее всего, подделка в виде искусственно окрашенной белой розы. А вот примерно пшеницы. Не встречаются у виды пшеницы мягкая, такие сорта, у которых было бы зерно голубоватого цвета. Зато подобную окраску имеет один из недалеких родственников пшеницы. Это тоже злак, называемый пырей. Этот злак отличается морозостойкостью. Кроме того, он многолетний. Поэтому попытки скрестить пшеницу и пырей предпринимались неоднократно. И некоторые из них были довольно удачны. В нашей стране основатель таких работ Николай Васильевич Цыцын. Хромосомы пырея с хромосомами пшеницы не рекомбинируют. Но при гибридизации возможно замещение одной из хромосомных пар пшеницы, соответствующей хромосомной парой пырея. Такие линии называются замещенными. При замещении хромосом четвертой группы пшенице передается такая вот голубоватая окраска зерна. А на картинке в середине, внизу, видно флуоресцентный меченый хромосомный набор пшеницы, в котором отсутствует собственная пара хромосом, зато присутствует, и это видно специалисту по характерным особенностям, хромосомная пара пырея. Вот она-то и принесла с собой в пшеницу ген голубой окраски. То есть получается, что унаследован чужеродный ген, в какой-то степени трансгеном можно его назвать, но унаследован он с целой хромосомой, без всякой генетической инженерии. Вообще скрещивать разные виды непросто. Нам нужны свои приемы, и называется этот комплекс приемов хромосомной инженерии. Сразу скажу, что если бы пшеница не была полиплоидной, то потеря собственной хромосомной пары, скорее всего, закончилась бы для нее летально. Но за счет того, что пшеница мягкая – это гексаплоид, и все гены у нее присутствуют как минимум в трех копиях, то при утрате хромосомной пары, две оставшиеся сходные пары хромосом из той же группы служат своеобразным таким буфером. Благодаря этому пшеница – настоящий конструктор в руках хромосомного инженера. Теперь заострю ваше внимание на флуоресцентно-меченных хромосомах. Давайте-ка посмотрим, как устроен этот метод анализа. В основе этого метода, как и многих других методов, лежит принцип комплементарности ДНК. Помните, да? Две комплементарные цепи удерживаются при помощи водородных связей. Если раствор, в котором находится ДНК, или препарат с хромосомами, нагреет свыше 90 градусов, то водородные связи будут рваться, и ДНК станет одноцепочечной. Если же в этот момент добавить в раствор другую динатурированную ДНК, которая специальным образом помечена и называется зонд, то при понижении температуры между изучаемой ДНК и зондом возникнут водородные связи. То есть комплементарные цепи соединятся, и в этом месте хромосомы будет сигнал. Если зонд был помечен радиоактивной меткой, то сигнал можно детектировать на рентгеновской пленке. Если метка флуоресцентная, то можно наблюдать сигнал при помощи специального флуоресцентного микроскопа. Вот как устроен флуоресцентный микроскоп. Исследователь через цифровую камеру заглядывает в окуляр и видит сигнал света, проходящий сперва через специальный фильтр, затем отразившийся от объекта, далее прошедший через специальное лучерасщепляющее зеркало и еще один фильтр. Цифровая камера выводит изображение на экран. Есть несколько флуоресцентных красителей, которые обычно используют. Вот здесь на экране микроскопа, на картинке справа, видны некие клеточные структуры, окрашенные зеленым флуоресцентным белком GFP. Это трансгенный материал с геном-репортером. А вот и снова хромосомы. Изображение, полученное при помощи такого же флуоресцентного микроскопа. Если взять и пометить какой-то специфический фрагмент, характерный для определенной хромосомы определенного вида, то можно установить наличие этой хромосомы, скажем, в геноме межвидового гибрида, такого как пшенично-пурейный, пример которого мы рассмотрели выше, или пример, представленный на этом слайде, лук многоярусный из коллекции ВИР. Такой метод называется ФИШ, что означает флуоресцентная инситу гибридизация. А есть еще метод ГИШ, геномная инситу гибридизация. Это по сути та же самая флуоресцентная инситу гибридизация, но при этом в случае ГИШ-анализа в качестве зонда метят целый геном. Это имеет смысл, скажем, когда мы изучаем аллополиплоид, такой как пшеница, геном которой состоит из трех разных диплоидных геномов. Или вот как здесь, справа на картинке, такая же история с луком многоярусным. Он тетроплоид. И для того, чтобы понять, от каких предков произошел этот тетроплоидный лук, полные геномные наборы разных диплоидных видов метили разными флуоресцентными красителями и проводили ГИШ-гибридизацию, пока наконец не определили, кто же был донором каждого из двух геномов. Ну, давайте вернемся к низкомолекулярным соединениям. В число так называемых вторичных метаболитов растений входят изоприноиды. Самые известные представители изоприноидов, хорошо известные всем, это каротиноиды. Каротиноиды – предшественники витамина А. Витамин А в форме ретиналия играет важную роль в нашем зрении. Одна из форм этого витамина связывается с белками-апсинами, образуя зрительные пигменты, участвующие в создании зрительного сигнала. Также витамин А необходим для роста, дифференциации и сохранения функций эпителиальных и костных тканей, для размножения и многих других процессов в организме человека. К тому же это отличный антиоксидант. На географической карте здесь красным, оранжевым и желтым цветами выделены регионы нашей планеты, в которых людям хронически не хватает витамина А. Красный цвет – это там, где проблема имеет уже яркое клиническое проявление. Заметив, что в эти регионы попадают в том числе и азиатские страны, в которых главная еда – это рис, ученые задумали заставить рисовое зерно синтезировать витамина А. В отличие от многих продуктов и других круп, рис лишен каротиноидов в своем составе. Генным инженерам была поставлена задача синтезировать бета-каротин в съедобной части растения. Бета-каротин – это как раз предшественник витамина А. Ученые решили использовать ген кукурузы Пси, кодирующий фермент фитоенсинтазу. Помимо фитоенсинтазы, нужна была еще фитоен дисатураза. Этот фермент позаимствовали у почвенной бактерии Ирвиния уридавора. И соответствующий ген называется ЦРТ-1. Оба гена были помещены в специальную конструкцию, так чтобы она должным образом функционировала в такой ткани растения, как эндосперм. В результате биосинтез в эндосперме был изменен ожидаемым образом. Полученный так называемый золотой рис продуцировал до 37 мкг каротиноидов в одном грамме зерна, в том числе до 31 мкг бета-каротина, предшественника витамина А. Это значит, что для удовлетворения 60% суточной потребности достаточно 100-150 г такого вот вареного риса. Однако, в отличие от трансгенной кукурузы, соя или хлопчатника, трансгенный риск популярности в развивающихся странах так и не обрел. Но это отдельная история. Здесь будет уместно сказать, что сегодня с развитием методов хроматографии, спектрометрии и спектроскопии существует возможность высокопроизводительного анализа широкого спектра низкомолекулярных метаболитов. Что означает высокопроизводительного? Значит, можно за достаточно короткие сроки исследовать большое количество образцов. Полный набор низкомолекулярных метаболитов определенного биологического образца называют метаболом, а его анализ – метаболомикой. Метаболомный подход дает полную характеристику состава сырья растительного или животного происхождения. Можно даже сделать такой вот метаболомный паспорт. Это очень важно для понимания способов дальнейшей переработки и употребления соответствующего продукта, проверки соответствия его качеству. Но для нас в данном случае гораздо интереснее, какая же тут связь с генами. Дело в том, что метаболом в совокупности с геномными данными многое дает понять во взаимосвязи генотипа и фенотипа. В данном случае мы говорим хемотипа. Можно установить локус, соответственно, из-за накопления того или иного метаболита. Можно даже провести широкое сопоставление всех метаболических и генных сетей и задействовать эти данные в геномной селекции. Можно двигаться в направлении разработки продуктов для персонализированного питания. Низкомолекулярные соединения не только играют важную роль в жизнедеятельности самих растений или в нашем питании или какие-то эстетические цели удовлетворяют, они еще и создают прекрасные модели для генетических исследований. Особую роль тут играют растительные пигменты. Вот здесь на слайде перечислены общебиологические открытия, которые были сделаны при изучении и наследовании признаков окраски растений. Или же при использовании пигментации как маркера для детекции каких-либо изменений. Два из этих открытий даже потянули на Нобелевскую премию. Справа внизу вы видите свободное поле. Вы знаете, несколько лет назад, выступая перед студентами, я приглашала их работать с генами растительных пигментов и показывала как раз им вот эту картинку с вакантной возможностью внести свою лепту в историю науки. И что вы думаете, несколько ребят пришли в эту тему, за ними потянулись другие. И за считанные годы они сделали несколько настоящих открытий. Пусть небольших, пусть пока не на Нобелевскую премию, хотя кто знает, но в историю биологии в любом случае они себя вписали. Я покажу их результаты, их фотографии дальше. А на этой схеме место остается незаполненным просто потому, что для всякого признания нужно время. Хотя с годами этот срок становится все короче и короче. Напомню, между открытием системы редактирования Крис Паркас и признанием ее авторов с вручением им всемирно известной премии прошло всего около 10 лет. А вот Барбаре Маклинток пришлось в свое время ждать 30 лет. Но эта история происходила в середине прошлого века. На картинке вы можете видеть изображение початков кукурузы с ярко выраженным мозаицизмом по окраске. Барбара Маклинток, увлеченный исследователь цитогенетик, среди прочих вопросов, связанных с генетикой кукурузы, пыталась решить и эту загадку. Такой мозаицизм наблюдается не всегда. Что-то происходит, когда стабильные гены начинают вдруг портиться. И не в череде поколений, а вот так вот в процессе развития одного организма, в процессе деления соматических клеток. И получается такой мозаицизм. Исследуя кукурузу, Барбара Маклинток показала, что в ее геноме существуют перемещающиеся из одного места генома в другое некие элементы. Их назвали мобильными генетическими элементами. Эти последовательности ДНК, способные перемещаться, были потом найдены у большинства организмов. Но сперва к открытию Маклинток отнеслись более чем недоверчиво. В какой-то степени даже начались гонения. И ей пришлось много лет сидеть тихо и работать в своей лаборатории, не особо распространяя публично свои открытия. Сегодня, изучая геномы, мы видим мобильные генетические элементы в статичном виде. Когда-то они в какой-то момент переместились, некоторые сделали множество собственных копий, распространившись по геному. Не правда ли на ум приходит параллель с паразитами или инфекцией? Некоторые встройки этих элементов нарушили гены. Но в результате мобильные элементы явились источником внутривидовой изменчивости. Поэтому они все-таки скорее полезны, чем вредны. Конечно, они не прыгают с места на место постоянно. Такие мозаики, как частный случай кукурузы, скорее редкость. Просто Барбара Маклинток удачно как раз поймала момент чем-то спровоцированной геномной нестабильности. Причиной нестабильности генома могут быть редкие, но очень глубокие стрессовые ситуации. Это может произойти, скажем, вследствие межвидовой гибридизации. У животных мобильные генетические элементы первым открыл российский и советский ученый-биохимик Георгий Павлович Георгиев. Ну а пальмы первенства и долгожданная награда пришли все-таки к Барбаре Маклинток спустя почти 30 лет Другое открытие тоже было сделано благодаря генам антоциановой окраски. Произошло это практически случайно. В 1990 году ученые, желая сделать более глубокую окраску цветков петунии, ввели в растение дополнительные копии гена халконсинтазы. Это такой фермент, который нужен для синтеза антоциановых пигментов. Однако повышение экспрессии гена халконсинтазы не привело к проявлению более темной окраски, а вышло все с точностью до наоборот, цветки стали более светлыми и даже частично белыми. Полученные результаты свидетельствовали о том, что активность фермента не выросла, а наоборот снизилась. Даже собственный ген халконсинтазы стал экспрессироваться на более низком уровне, чем до введения трансгена. Но чтобы разобраться в самом механизме замолкания генов, давайте сперва коротко вспомним несколько базовых моментов, касающихся молекулярных механизмов передачи и реализации генетической информации. Про комплементарность ДНК мы сегодня уже вспоминали. Теперь давайте обратим внимание на такое ее свойство, как антипараллельность. Вы видите, как нуклеотиды соединены один с другим последовательно в каждой цепи через фосфатные остатки. В основе каждого нуклеотида сахар, пентоза, символично изображенная таким голубым пятиугольником здесь на рисунке. Азотистые основания присоединены к пентозе в позиции один, а фосфатные остатки, через которые и происходит соединение соседних нуклеотидов, прикрепляются к пентозе в позициях три и пять. Процессы синтеза цепей РНК или ДНК по матрице геномной ДНК идут не случайно. Они идут в направлении пять штрих три штрих. Свободный конец одной цепи для синтеза это всегда три штрих конец, а с пять штрих конца синтез продолжиться не может. В двух цепях направления пять штрих и три штрих идут в разные стороны, то есть антипараллельно. Запомним это. Синтез ДНК по матрице геномной ДНК происходит в самом начале деления клетки. Так клетка готовится к тому, чтобы передать полноценные копии генома дочерним клеткам. Ведь если удвоение ДНК перед делением клетки не произойдет, то дочерние клетки получат по гаплоидному набору вместо диплоидного. Процесс удвоения геномной ДНК называется репликацией. Специальный фермент геликаза расплетает двойную спираль, разрывая при этом водородные связи. В этом месте образуется так называемая репликативная вилка. На каждой цепи сидит фермент называемый ДНК полимераза. Он движется в направлении 5-штрих-3-штрих и достраивает каждой цепи комплементарную цепь. Смотрите, какая загадка. По логике мы понимаем, что геликаза, расплетая ДНК, все время движется в одном направлении. В том же направлении движется ДНК полимераза по одной из цепей от 5-штрих-конца к 3-штрих. А вот как же быть ДНК полимеразе на другой цепи? Ведь ей приходится двигаться в противоположном направлении. Помните, что цепи ДНК располагаются антипараллельно. Это полимераза на второй цепи действительно движется в правильном направлении 5-штрих-3-штрих, то есть в противоположном той, что действует на первой цепи. Но полимераза на второй цепи делает небольшие кусочки, их еще называют фрагментами о казаке по имени ученого, который их открыл. Синтез каждого следующего кусочка начинается ближе к репликативной вилке, а заканчивается у начала предыдущего фрагмента. Фрагменты о казаке потом между собой сшивают другой фермент легаза. Ну а на первой цепи синтез идет непрерывно. В ходе репликации ДНК могут происходить разного рода ошибки, но как правило их исправляет специальная клеточная система репарационная. В редких случаях ошибки остаются неисправленными. Так изредка, но все-таки могут возникать и передаваться от поколения к поколению мутации, если ошибки случаются в половых клетках. Вот посмотрите два примера. В первом случае ошибочно вставлен неверный нуклеотид некомплементарной матрицы. Система репарации распознает эту ошибку и в несколько этапов ее исправляет. Сперва с ошибочного нуклеотида удаляется азотистое основание специальным ферментом ДНК гликозелазой. Затем сахаро-фосфатный остов в этом месте частично разрушается и несколько соседних нуклеотидов удаляются тоже. Получается такая односыпочечная брешь. Эту неполадку распознает ДНК полимераза, восстанавливает правильную последовательность нуклеотидов, а сахаро-фосфатный остов после этого сшивается ферментом легазой. Еще одна характерная ошибка ДНК полимеразы возникает на особых участках генома, где идет повторение коротеньких последовательностей в несколько нуклеотидов от двух и более. Как справа, например, представлен такой повтор из цитозина и аденина. Подобные участки называют еще микросателитными последовательностями. На таких участках ДНК полимераза как бы проскальзывает. Как это происходит? Во время синтеза полимераза делает короткие остановки. На этот момент водородные связи на самом конце вновь синтезированной цепи с матрицей могут временно нарушиться. Но в случае, когда синтез идет по матрице вот таких повторяющихся элементов, эти связи снова могут запросто восстановиться не в точности, а со сдвигом на несколько повторов. Ведь через несколько повторов будут снова комплементарные нуклеотиды. В таком случае новая цепь будет короче либо длиннее на несколько звеньев по сравнению с матричной цепью. Такой тип геномной изменчивости таких геномных мутаций он редок. Но уж если событие такое произошло в половых клетках, то потомки унаследуют эту особенность. Изучение таких участков интересно для прослеживания родословных и вообще для выяснения родства индивидуума в пределах одного вида. Позже мы еще пару раз вернемся к этим самым микросателлитам. Итак, мы рассмотрели как происходит синтез ДНК по матрице ДНК с тем, чтобы происходила передача информации генетической от клетки к клетке. А что же происходит внутри самой клетки в процессе ее жизнедеятельности? Ведь каждый ген в нужный момент в нужной части организма должен начать функционировать и затем вовремя остановить свою работу. То есть он должен в определенный момент экспрессироваться, иными словами как-то себя проявить. А проявляет себя ген через транскрипцию то есть синтез РНК по матрице ДНК и через трансляцию синтез белка по матрице РНК. Чтобы понять как инициируется транскрипция и что во время этого процесса происходит давайте обратим внимание на некоторые особенности строения гена. Здесь представлен типичный ген наукариот. На 5-штрих конце такого гена находится промотор. Промотор нужен для связывания в нужный момент времени и в нужной ткани со специальным транскрипционным фактором, который будет содействовать начало работы РНК полимеразы. Такой фактор называется активатор транскрипции. А в те моменты, когда ген не должен экспрессироваться, на его промоторе может находиться другой фактор репрессор транскрипции. И вот если с промотором связался активатор, то происходит инициация транскрипции. Еще обратите внимание на то, что в ДНК последовательность гена прерывисто. Белокодирующие части экзоны перемежаются с некодирующими участками и интронами. Ну а в конце гена на триштрих конце есть участок называемый терминатором. Он служит сигналом для окончания синтеза. И вот сам процесс синтеза РНК по матрице ДНК. РНК расшифровывается как рибонуклиновая кислота. Ее молекула похожа на ДНК, но аналогом тимина в ней является уроцил. То есть напротив аденина при синтезе РНК по матрице ДНК будет страиваться уроцил, а не тимин. И между аденином и уроцилом так же как между аденином и тимином образуются две водородные связи. РНК синтезируется только по одной цепи ДНК из двух цепей. Синтез РНК идет в направлении 5'-3'- их. Синтезированный РНК теряет связь с комплементарной цепью ДНК и в итоге РНК получается одноцепочечной. Время жизни РНК значительно меньше, чем ДНК. Если в РНК имеются инвертированные повторы, а такие участки бывают, то там она образовывает шпильки, такие специальные структуры. Мы увидим это далее на примере транспортных РНК. Вот здесь вверху снова изображена структура генов ДНК. Далее в середине нарисовано как выглядит транскрипт, который с нее считается. В этом транскрипте нет промоторной и терминаторной частей, но есть экзоны и интроны. Это только что транскрибированная цепь называется первичный транскрипт или незрелая матричная РНК. А далее перед синтезом белка по матрице РНК из первичного транскрипта должны быть удалены внутренние некодирующие участки интроны. И тогда получится транскрипт, который называют зрелым или еще называют зрелым матричная РНК. Как же происходит удаление интронов? Происходит это благодаря специальному механизму сплайсингу, во время которого интроны вырезаются. В итоге получается зрелый транскрипт. Иногда вместе с соседними интронами может вырезаться один из промежуточных экзонов. Это происходит, когда получаемый укороченный белок тоже имеет свою функцию в клетке. Такой процесс называется альтернативный сплайсинг. Благодаря механизмам альтернативного сплайсинга на основе одного гена могут получаться два разных белка и даже больше разных белков. Это довольно экономичный механизм использования генетической информации, который создан самой природой. Итак, мы дошли до того этапа, когда по матрице зрелого транскрипта должна синтезироваться полипептидная цепь, то есть должен происходить процесс трансляции. Посмотрите, полипептидная цепь состоит из аминокислот, как вы помните. Всего аминокислот встречаются 20 штук. Каждая аминокислота кодируется определенным сочетанием из трех нуклеотидов. Это сочетание называется триплет или кадон. Как же происходит сам синтез полипептидной цепи? На данном слайде изображена матричная РНК, на которой сидит специальный комплекс рибосома. Рибосома отвечает за синтез полипептидной цепи по матрице РНК. Движется рибосома от стартового кадона АОГ. И движется она в направлении 5-3-штрих от триплета к триплету и напротив каждого триплета или кадона встраивает в растущую полипептидную цепь нужную аминокислоту. Как же происходит доставка к нужному триплету аминокислоты такой как надо? Делает это специальная транспортная РНК. У транспортной РНК структура в виде такого вот клеверного листа. Образуется эта необычная структура за счет шпилек. Помните я рассказывала что если в РНК имеются инвертированные комплементарные повторы то они могут соединяться по принципу комплементарности водородными связями образуя такие вот шпильки. На средней шпильке есть триплет комплементарный к адону такой триплет называется антикадон. Число транспортных РНК в клетке равно числу вариантов триплетов. На конце транспортной РНК противоположным антикадону находится место присоединения соответствующей аминокислоты. Транспортная РНК за счет узнавания кадон-антикадон доставляет в нужное место нужную аминокислоту. Так синтезируется строго закодированная полипептидная цепь. А полипептидная цепь после своего синтеза тоже претерпевает ряд изменений. За счет взаимодействия между аминокислотными остатками цепь сперва принимает форму спирали или же форму складки. того, в каком порядке и какие аминокислоты расположены. Далее такая так называемая вторичная структура укладывается в более сложную третичную. Затем один такой белок с третичной структурой может соединиться с другими, образуя еще более сложный комплекс. Это уже четвертичная структура белка. Она нужна, чтобы белки полноценно выполняли свои функции. Белковые молекулы поражают своим разнообразием. И в рамках нашего сжатого курса лекции не будет времени, да и нет такой задачи, чтобы рассказать о всем многообразии белков, об их функциях. Но мне очень хочется привести в пример определенную группу белков, которые имеют практическую значимость для генетических исследований, и не только. Речь о запасных белках семян. У каждой культуры есть свои запасные белки. Они нужны для питания будущего растения на первых этапах развития, когда оно только прорастает из семени. Особенно много запасных белков у зерновых, а также еще больше у зернобобовых культур. Человек приспособил их для своего питания. Запасные белки семян каждого вида имеют свою сложную многокомпонентную структуру и свое название. Например, запасные белки пшеницы называют глиодины и глютенины. И справа на картинке представлены спектры глиодинов двух разных образцов пшеницы. Вид таких спектров в виде лесенки принимают, когда экстрагированный белок разделяется при помощи гель-электрофореза. Разные компоненты имеют разное количество по-разному заряженных аминокислот, отличаются по массе, потому и движутся они в геле с разной скоростью. А когда такой гель окрашивают специальным красителем, то визуализируются такие спектры. Как видите, эти образцы отличаются по отдельным компонентам спектра. Такой спектр запасных белков индивидуален для каждого сорта. Группа ученых из ВИР под руководством Василия Григорьевича Коннорева в свое время предложила использовать такой метод для идентификации сортов. Были разработаны методические стандарты. Эти стандарты были признаны и по сей день остаются основными стандартами сортового контроля не только у нас в стране, но и на международном уровне. Кроме того, группа Коннорева использовала данный метод и для сравнения видов. Так, они первыми открыли, что у гексоплоидной пшеницы субгеном А произошел от диплоидного вида тритику мурарту. Это очень важное открытие в эволюции злаковых культур. Ну а теперь, вспомнив основные механизмы реализации в клетке генетической информации, вернемся на минуту к замолканию гена петунии. Что же произошло? Почему не удалось усилить окраску цветков петунии, а наоборот окраска стала более слабых, а в отдельных участках и вовсе была утрачена? И на каком этапе реализации генетической информации произошел сбой. А произошел он, как выяснилось, уже после транскрипции. И явление назвали посттранскрипционным ингибированием или сайленсингом. Механизм его сейчас известен, и механизм этот назвали РНК-интерференцией. За открытие данного механизма Крейг Мелла и Эндрю Файер, изображенные здесь, получили Нобелевскую премию. После наблюдений, сделанных на петунии, многие лаборатории по всему миру пытались обнаружить подобное явление в других организмах. Крейг и Файер работали с круглым червем. В организм этого червя они ввели двуцепочечную РНК, одна цепь которой смысловая, то есть кодирующая, а комплементарная цепь антисмысловая. Так вот, после целенаправленного введения двуцепочечной РНК в организм круглого червя наблюдалось замолкание соответствующего гена. Каков же механизм? Оказалось, в клетке есть особая рибонуклеаза, которая режет двуцепочечную РНК на маленькие фрагменты. Эти фрагменты затем связываются с белком, называемым органавтом. Вместе этот белок и фрагмент двуцепочечной РНК образуют комплекс риск, РНК-индуцированный комплекс сайленсинга. Далее, кусочек смысловой цепи отсоединяется, а антисмысловой фрагмент направляет комплекс риск к матричной РНК и прочно связывается с комплементарным участком. Таким образом, матричная РНК становится заблокированной и не может транслироваться в полипептид. Как выяснилось позже, явление пострэскрипционного замолкания довольно-таки распространено, А такие маленькие фрагменты РНК или, как их еще называют, малые интерферирующие РНК важные регуляторы экспрессии генов. Но для случайного открытия этого явления полезным оказалось наглядное его проявление при работе с генами окраски. Правда, авторов работы на Петуньи, к сожалению, забыли включить список номинантов на Нобелевскую премию. А жаль. А продолжая тему пигментов не могу не остановиться на новости, которая прошла недавно через все СМИ. Новость о том, что в растительных продуктах есть такие вещества, которые способны подавлять новый коронавирус. Все вдруг после этого вспомнили давно забытую черноплодную рябину. Эту ягоду в больших количествах не едят из-за терпкости. Да и варенье из нее не самое лучшее, хотя морсы отличные. Как раз терпкость роднит черноплодную рябину, плоды граната и чай, которые упомянуты в этой статье. И собственно вещества, которые обеспечивают окраску и терпкость, тоже роднят упомянутые в статье продукты. Это не что иное, все те же пигменты фенольной природы, к которым относятся и антоцианы. Позвольте на волне этой моды привести примеры работ, которые мы приводили на генах окраски у зерновых культур. Итак, зерно злаков может накапливать пигменты в оболочке. За накопление разных пигментов в разных слоях отвечают различные генорегуляторы. Они кодируют белки активаторы транскрипции. Эти белки садятся на промоторы генов, кодирующих в свою очередь ферменты, которые нужны для синтеза пигментных соединений. Помните, в рассказе про розу упоминался такой фермент ДФР, в рассказе про петунию фермент холконсинтаза. Так вот, чтобы эти ферменты синтезировались, кодирующие гены должны быть активны. А для этого нужны транскрипционные факторы, а их кодируют генорегуляторы. Эти генорегуляторы в ходе доместикации проходили отбор по определенным мутациям, и в результате образцы с цветным зерном стали относительной редкостью. Все это выяснили ученые ВИР, исследуя собранные в экспедициях образцы зерновых культур. Это было еще в первой половине XX века. Проведенные затем геногеографические исследования показали, что сборы ячменя и твердых пшениц из Передней Азии, и в частности из района плодородного полумесяца, отличались высокой частотой черноколосых форм, а из Эфиопии поступила в коллекцию тетраплоидная пшеница с интенсивно окрашенным фиолетовым зерном. На тот момент диетическое влияние растительных пигментов было совсем не изучено, а традиции употребления злаковых культур были связаны с сортами, имеющими зерно золотистого оттенка. Впервые с практической целью окраску зерна, в частности фиолетовую окраску, применили для маркирования зерна кормовых сортов, чтобы избегать смешивания продовольственного и кормового зерна в производственном процессе. Такая фиолетовая окраска была передана от эфиопской пшеницы, гексаплоидной пшеницы мягкой. И вот такие гексаплоидные формы с окрашенным зерном поступили в ВИР уже во второй половине XX века, в частности из Канады и из Австралии. Позже, в период активного развития цитогенетики, профильный Сибирский институт запросил ВИРе разнообразные формы пшениц с окрашенным зерном и колосом. Результатом проводимых в этом институте работ под руководством Ольги Ивановны Мастренко стало не только уточнение характера наследования и определение хромосомной локализации некоторых генов окраски, но и создание таких очень хороших моделей изогенных линий на основе российских сортов. А изогенные линии очень хороши для сравнительных исследований, и это оценили с развитием молекулярной генетики. В 2000-е годы начались молекулярно-генетические работы с изогенными линиями. Также в работу были привлечены изогенные линии ячменя, созданные в Швеции под руководством Мунду-Люнквист. Проводились транскриптомные исследования, молекулярно-генетическое картирование. Исследование приобрело настоящий междисциплинарный характер, когда к нему были привлечены еще и химики, изучающие растительные соединения, технологи, изучающие хлебопекарные свойства и разрабатывающие новые рецептуры для актуальных направлений. А также были начаты совместные работы с исследователями в области биомедицины и физиологии для уточнения диетического и профилактического эффекта антоциановой зерновой диеты. Про диетические эффекты я расскажу в отдельной лекции о генетике и медицине, а сейчас о результатах химического и геномного анализа. Здесь на фото те самые ребята, которые заинтересовались несколько лет назад возможностью открыть молекулярно-генетические механизмы наследования окраски узлаков. Что же нам вместе с ними удалось сделать в рамках их студенческих и аспирантских работ? Во-первых, мы расшифровали главные гены синтеза пигментов у пшеницы и чменя, те самые генорегуляторы. Во-вторых, работая помимо антоцианов с загадочными черными пигментами, мы открыли ранее неописанные клеточные структуры, меланосомы. В-третьих, мы доказали, что за синтез черных пигментов у растений отвечают гены, похожие на гены синтеза человеческого пигмента меланина. И это еще не все. Знания о генах позволили нам оскорить процесс селекции злаков с антоцианами минимум вдвое. Мы разработали целую селекционную стратегию ускоренного введения сортов для диетического питания. И эту стратегию оценили селекционеры, которые уже вместе с нами вывели такие сорта пшеницы. А сейчас мы работаем еще и над созданием сортов ячменя. Ну и наконец, мы разработали стратегию направленного изменения сортов ячменя, не синтезирующих пигменты, на новые формы, имеющие окраску зерна, как меланиновую, так и антоциановую. Эта стратегия основывается на применении метода генетического редактирования, а именно системы CRISPR-CAS. А ведь область изучения генетических основ пигментации зерна это очень конкурентная область. И за нами вот уже несколько лет по пятам идут несколько групп исследователей из Японии, Китая и Кореи. Почему же мы успели сделать свои открытия первыми? Да потому что, во-первых, у нас были уникальные модели, изогенные линии и разнообразие материалы из генетических коллекций, а во-вторых, потому что мы сделали это большой, дружной, междисциплинарной командой. Итак, вернемся к эстафетной дорожке, с которой мы познакомились с вами на прошлой лекции. Гонка селекционеров. Мы с нашей командой опробовали два метода для создания диетических сортов пшеницы из числа методов, изображенных здесь. Это метод маркер-ориентированной селекции, который здесь сокращенно обозначен МОС, и метод генетического редактирования Крис-Паркас. Пора рассказать о сути этих подходов, но чтобы было понятнее, я сперва коротко расскажу о некоторых базовых лабораторных методах анализа. Полимеразная цепная реакция. Сразу вспоминаем процесс репликации ДНК в клетке. Это до некоторой степени то же самое, только репликация ДНК в пробирке. И репликация не всей геномной ДНК, а отдельных ее участков. И не просто удвоение количества, а многократное умножение. Поэтому сразу правильно называем этот процесс не репликация, а амплификация. Амплификация ДНК в пробирке. Зачем нужно много молекул ДНК одного и того же участка генома? Все просто, чтобы визуализировать и сравнить фрагменты ДНК при помощи стандартных физико-химических методов анализа. Скажем, при помощи геля-электрофореза. Справа внизу на фотографии геля после проведения электрофореза видно, что фрагменты двигались в геле с разной скоростью. В каждой дорожке продукты амплификации отдельного образца. ДНК заряжено отрицательно. Ток через гель, который плавает в растворе, движется, говоря простыми словами, от минуса к плюсу. Поэтому и отрицательно заряженная ДНК движется в том же направлении. Более короткие фрагменты ДНК движутся быстрее, более длинные и медленнее. По такой картинке мы можем вычислить длину фрагмента у каждого образца, понять, чем отличаются сорта, и даже вырезать из геля каждый такой фрагмент, очистить и секвенировать. Мы привыкли говорить в единственном числе фрагмент, подразумевая фрагмент матрицы. Но имеется в виду, конечно, множество копий этого фрагмента, которые и составляют на геле такую заметную полосочку. Полосочка светится, потому что гель окрашен красителем, интеркалирующим в молекулу ДНК. И этот краситель светится под ультрафиолетовым светом и отражается на фотографии. Итак, амплификация в пробирке. Как ее добиться? Надо, чтобы у нас в пробирке была, во-первых, ДНК полимераза. Затем нужно, чтобы ДНК матрица становилась на время одноцепочечной. Тут подходит метод денатурации при повышенной температуре 95 градусов. После того, как ДНК денатурировала и стала одноцепочечной, можно добавлять в пробирку фермент ДНК полимеразу. Затем добавить молекулы всех четырех нуклеотидов, точнее, нуклеозитрифосфатов. Но после этого синтез все еще не пойдет. Для полимераза нужна затравка, с три штрих конца которой полимераза будет стартовать. И вот это самый интересный момент. Такую затравку специально конструируют. Это синтезированный при помощи методов химического синтеза короткий олигонуклеотид длиной около 20 нуклеотидов в заданном порядке. Его называют праймер. На рисунке он обозначен красным цветом. Конструируют заранее, выбирая, какому участку генома он будет комплементарен. Но чтобы амплифицированный участок был определенной длины, сразу подбирают и конструируют второй праймер, который комплементарен второй цепи матричной ДНК на заданном расстоянии от первого праймера. Так мы можем нацелиться на анализ любого гена или некодирующей последовательности. Комплементарное присоединение такого коротенького нуклеотида как правило происходит при 60 градусах Цельсия. Называется этот этап отжиг праймеров. Затем при 72 градусах идет собственно синтез цепили, как говорят полимеризация. Далее снова проводят денатурацию, снова отжиг и полимеризацию. И так несколько циклов до 25 и более. В самом начале разработки метода используемая ДНК полимераза разрушалась при денатурации и надо было после каждого цикла снова добавлять ее в пробирку. Но в термальных источниках удалось найти бактерию ДНК полимераза, которая не разрушается при 95 градусах. При ее использовании наконец-то процесс амплификации удалось автоматизировать. А за изобретение полимеразной цепной реакции Кэрри Муллис получил Нобелевскую премию по химии. После амплификации фрагменты ДНК можно разделять не только при помощи гель-электрофореза. Можно, используя флуоресцентную метку, разделять их на специальном капиллярном анализаторе, получая такие вот хроматограммы, как внизу рисунка. По ним можно определять отличия по длине фрагментов с точностью до одного нуклеотида. И вот, скажем, если сконструировать праймеры для ПЦР так, чтобы они отжигались на участке, которые фланкируют микросателлитную последовательность, помните, чуть раньше мы говорили о том, что это такое. Если так сделать, то можно получать фрагменты определенной длины, по которым можно определять индивидуальные особенности каждого изучаемого образца, уточнять его родословную, находить генетически близкие и генетически далекие сорта одного и того же вида или индивидуумов, смотря что мы изучаем, создавать паспорт сорта или паспорт индивидуума, по аналогии с паспортом на основе, скажем, запасных белков. А если такой микросателлитный локус находится недалеко от ценного гена, то можно по микросателлиту как по маркеру отслеживать передачу участка хромосомы с ценным геном от родительской формы потомству в ходе селекционной программы. А это уже вспомогательные методы селекции. Запомните этот пример. А вот как устроен капиллярный анализатор, при помощи которого можно точно определить длину флуоресцент намеченного фрагмента ДНК. Этот анализатор содержит капилляр. Капилляр заполнен полимером. Через него проходит ток. Молекулы ДНК движутся в капилляре. Причем молекулы разной длины движутся с разной скоростью. Но каждая из них в какой-то момент проходит через специально направленный лазер. При прохождении меченного фрагмента через лазер фиксируется флуоресцентный сигнал. Отмечается время этого сигнала. Все это происходит автоматически. Потом этот показатель можно автоматически же пересчитать в точную длину фрагмента. На таких же приборах проводят собственные секвенирования, то есть определение последовательности нуклеотидов ДНК, а именно секвенирование методом Сенгера. Для этого предварительно проводят в пробирке реакцию секвенирования. Так же как и при ПЦР вносят в пробирку к ДНК матрице затравку, нуклеозид трифосфаты, ДНК полимеразу. Но помимо этого вносят еще и по-разному меченные особые модифицированные молекулы четырех нуклеозид трифосфатов, у которых отсутствует определенная гидроксильная группа. Поэтому на такой молекуле синтез цепи будет обрываться. Таким образом получаются полимерные молекулы разной длины. И за счет разного свечения флуоресцент намеченных молекул мы будем знать на каком нуклеотиде оборвалась цепь. И каждый последующий сигнал будет говорить о том какой нуклеотид идет дальше в матрице. На выходе будет такая хроматограмма как представлена справа внизу. Этот метод секвенирования Фредерик Сенгер предложил еще в 1977 году. А в 1980 году он уже был удостоен Нобелевской премии по химии за это изобретение. Правда надо заметить что со времен Сенгера и практически до начала 1990 годов таких удобных капиллярных секвенаторов еще не было. Фрагменты секвенирующих реакций разделяли в огромных денатурирующих гелях. Метили фрагменты радиоактивной меткой. Реакцию с каждым дидизоксинуклеозитрифосфатом проводили отдельно. Полученный гель после электрофорезы экспонировали с рентгеновской пленкой и получали такую рентгенограмму подобную той, что схематично изображена внизу картинки посередине. Анализировали рентгенограмму вручную, а сегодня секвенирование полностью автоматизировано. И не только секвенирование отдельных генов, но и целых геномов. Анализ данных секвенирования это теперь большая работа для биоинформатиков. Посмотрите на шкалу секвенирования и сборки полных геномов экономически значимых растений. В какой-то момент были разработаны методы секвенирования нового поколения или, как их еще называют, методы высокопроизводительного секвенирования или массового параллельного секвенирования. Продукт анализа таких специальных приборов нового поколения это целые библиотеки коротких фрагментов ДНК. их надо собрать в длинные последовательности но делается это уже из инсилика при помощи методов биоинформатического анализа так, чтобы собранные последовательности соответствовали каждой хромосоме. Примечательно, что геном самой главной культуры пшеницы был полностью секвенирован гораздо позже других культур только в этом году секвенировал его целый международный консорциум больше 10 лет. Дело в том что пришлось вести секвенирование разобрав геном пшеницы на отдельные хромосомы Вот представьте что кто-то разрезал книгу по отдельным фразам а вам приходится снова все это собирать и склеивать вам достаточно сложно будет это сделать но если вы в качестве исходного задания получите разрезанными отдельные мелкие главы вам будет уже гораздо легче выполнить эту работу Так и с секвенированием генома пшеницы Для сортировки хромосом применили метод проточной флориметрии Это метод получения фракции индивидуальных хромосом посредством их сортировки по размеру при пропускании суспензии через узкий пучок света обычно излучаемый лазером с определенной длиной волны хромосома проходящая через луч света рассеивает световые частицы комбинация световых волн улавливается детекторами которые выдают информацию в физической и химической структуре хромосом достаточную для их разделения Но поначалу разделение генома гексаплоидной пшеницы давало 4 фракции как на рисунке внизу слева отдельно хромосома 3b и еще 3 группы объединяющие остальные 20 хромосом То есть отделить каждую хромосому отдельно кроме одной единственной сразу не удалось И тут ученые вспомнили что хромосомные инженеры творившие раньше чудеса с пшеницей а помните она настоящий конструктор в руках исследователя из-за своей полиплоидности Итак сообразили что когда-то хромосомные инженеры получали такие линии пшеницы у которых одна пара хромосом могла утратить либо длинное либо короткое плечо вот так как на рисунке справа Такие линии нашлись для всех плеч всех хромосом На рисунке представлены результаты разделения на проточном флуориметре хромосом одной из таких линий Укороченная хромосома 4D точнее одно из двух ее плеч видно что оно сортируется отдельно Вот так и выделили каждое хромосомное плечо и секвенировали отдельно собрали последовательность а потом уже объединили все данные в полный геном таким образом смогли получить очень качественный так называемый золотой стандарт последовательности генома После секвенирования полных геномов стали повторять этот же опыт для каждого вида но на других сортах или других индивидуумах если мы говорим о человеке и так получили знания о множественных нуклеотидных заменах распространяющихся в той или иной популяции а потом придумали как можно избирательно на более широких выборках изучать именно эти фрагменты генома разработали подложки из специального стекла придумали как пришивать к ним коротенькие искусственно синтезированные олигонуклеотиды называемые зондами на 1 квадратный сантиметр такой подложки может поместиться более 10 тысяч таких вот зондов назвали эти конструкции ДНК-чипами в разработке конструктива ДНК-чипов большую роль сыграли разработки отечественных ученых ну а принцип работы чипов следующий свободный конец каждого зонда соответствует определенной известной однонуклеотидной замене когда в растворе с чипом инкубируется фрагментированный меченый образец ДНК при комплементарном взаимодействии активируется флуоресценция и в соответствующем месте чипа появляется светящаяся точка если есть нуклеотидная замена то комплементарного взаимодействия нет и точка остается темной так одновременно мы получаем информацию сразу о нескольких тысячах участков генома этой информации достаточно для масштабных популяционных генетических исследований для геномной селекции для разработки подходов персонализированной медицины и так далее и так резюмируем как комбинируются перечисленные методы например для задач селекции в частности для искусственного отбора потомков с нужными генами при помощи лабораторных а не полевых методов первый этап скрещиваем родительские формы получаем потомки нам интересны гибриды второго поколения в каждом из которых представлены самые разные комбинации родительских генов из гибридных растений мы выделяем ДНК потом проводим генотипирование тем или иным способом или делаем ПЦР или секвенируем или анализируем на чипе а затем проводим сравнительный анализ полученных данных и отбираем лучшие гибриды по генотипам полиморфные участки генома информацию которых используют для селекции еще называют ДНК-маркерами ДНК-маркеры это участки ДНК известной структуры внутри или рядом с геном присутствие которых можно легко определить вот например отличие по длине ПЦР-маркера у разных индивидуумов позволяет определить каким будет тот или иной признак причем сделать можно такую лабораторную диагностику на самых разных стадиях и на самых ранних стадиях буквально из двухнедельного проростка за счет этого и выигрывается время к тому моменту когда растение доходит до стадии на которой можно снова провести скрещивание мы уже знаем какое растение с каким надо скрещивать мы экономим время равное жизненному циклу растения для однолетних растений это целый год если наша селекционная программа подразумевает несколько раундов скрещиваний мы экономим ровно столько лет это и позволяет разрабатывать стратегии ускоренной селекции как наша стратегия быстрого получения сортов пшеницы диетического назначения именно так выглядят диагностические методы это маркер ориентированная селекция и геномная селекция, а маркер ориентированной селекции как раз только что мы и говорили. В ходе применения этих диагностических методов, как вы поняли, вмешательства в геномную ДНК нет, есть только диагностика генов. А вот методы генетического редактирования подразумевают вмешательство в геномную ДНК, но очень тонкое вмешательство. Итак, редактирование. Основной принцип подсмотрели у бактерий, у которых есть своя система иммунитета. Да-да, у бактерий тоже бывают враги, похожие на вирусы, которые способны проникнуть в бактериальную клетку и повредить ее. Но бактерии, которым удается выжить после этой атаки, копируют себе информацию о последовательности генома врага, сохраняют ее в своем собственном геноме. А когда враг атакует вновь, бактерии быстренько синтезируют по сохраненной матрице специальную РНК и еще экспрессируют специальный белок. Этот белок, нуклеаза, образует комплекс той самой РНК и она направляет нуклеазу на комплементарный участок, то есть на геном врага. И нуклеаза разрушает геном врага, вирус гибнет. Вот это свойство точно направленного разрыва генома в строго заданном месте и подсмотрели. И придумали использовать подобную искусственно синтезированную конструкцию, чтобы делать такие вот прицельные разрывы в геномной ДНК самых разных объектов исследования. Зачем же нужно делать эти разрывы и что после этого будет. Да еще и такие тяжелые для репарации двуцепочечные разрывы. Но в этом-то вся суть. После того, как образовался в заданном месте такой двуцепочечный разрыв, то в клетке он часто репарируется с ошибкой. При этом может строиться лишний нуклеотид или выпасть или замениться. Если произойдет стройка или потеря нуклеотида при нацеливании на кодирующую последовательность, то тогда в ней случится сдвиг рамки считывания. Помните, в прошлой лекции, рассматривая генетический код, мы обсуждали пример подобных мутаций. Из-за сдвига рамки считывания не будет получен нормальный продукт гена. Таким образом ген будет нокаутирован. Можно сделать два разрыва и вызвать большую делецию. Можно вместо разрыва встроить искусственно синтезированный ген. Одним словом можно делать всякие разные мутации. Потому методы генетического редактирования относят еще к методам мутагенеза. За эту самую продвинутую технологию генетического редактирования, за систему CRISPR-Cas, две ученые-дамы по имени Дженнифер Дудна и Эммануэль Шерпентье получили в 2020 году Нобелевскую премию по химии. Их фото справа внизу рисунка. А кстати слева от них фото Стивена Тенксли и Жака Бекмана, которые в 1983 году предложили к использованию метода маркер-ориентированной селекции. Примеры применения этого метода мы сегодня уже рассмотрели. Надо сказать, раньше, еще даже в довоенное время, применяли методы мутагенеза и на растениях, и даже на сельскохозяйственных животных. Исследователи стремились увеличить генетическое разнообразие таким вот образом, а инициировали мутационные процессы при помощи радиации или при помощи мутагенных химических веществ. Но вот только в отличие от редактирования нельзя было предусмотреть, где произойдет мутация. Поэтому получали много мутантов, иногда многие тысячи растений, и потом их все высаживали и изучали различные их свойства, чтобы найти хозяйственно полезные мутанты. Иногда их находили. Например, у некоторых видов растений таким образом получили мутанты с дефектным геном МЛО. Эти растения оказывались более устойчивые к болезни, которая называется мучнистая роса. Но вот у гексаплоидной пшеницы такие мутанты по гену МЛО не удалось получить ни при помощи радиационного мутагенеза, ни путем мутагенеза химического. А все потому, что у гексаплоидной пшеницы три гена МЛО, и надо было мутировать сразу три этих гена. А вероятность при случайных подходах к мутагенезу попасть сразу в три заданные точки генома практически равна нулю. А вот при помощи методов генетического редактирования, или как их еще называют методов направленного мутагенеза, легко удалось выполнить этот так называемый тройной нокаут и получить устойчивое к мучнистой росе растение пшеницы. Самое главное, что при редактировании, хотя и используются методы генной инженерии, в итоге можно получить мутантные, но не трансгенные растения. А вот этот пример мне нравится, потому что он выполнен не на однолетних растениях, такие как пшеница, чмень и другие, а на многолетнем, на винограде. Вообще с многолетними растениями генетикам работать сложнее. С ними нужно больше терпения в ожидании, пока растение дорастет до нужной стадии, пока признак проявится и так далее, пока можно будет скрещивание провести. И вот работа среди многолетних растений выполнена как раз первая на винограде. И подобным образом, как с геном МЛО пшеницы, здесь выполнен нокаут определенного гена и получены растения, устойчивые к серой гнили винограда. А вот этот пример я привожу потому, что это мультиплексный нокаут нескольких генов, которые отвечают за количественный признак. С количественными признаками генетикам работать сложнее, чем с признаками, изменчивость по которым контролируется одним геном. В данном случае увеличили размер зерна риса за счет нокаута трех негативных регуляторов размера зерна и тем самым повысили продуктивность растений. Может показаться несколько странным и удивительным, что по сути, если так можно выразиться, порча генов приводит к каким-то полезным свойствам. Но если разобраться, то ничего удивительного нет. Ведь от диких предков у сортов культурных растений до сих пор остаются гены, которые были нужны дикарям для выживания в природе. В ходе доместикации часть таких генов затронуты не были, потому что для доместикации особенно критичными они не были. А вот когда селекция постепенно вышла к тому, что потенциал многих мутаций с заметным вкладом в урожайность практически исчерпан, стали искать новые мутации. И среди них часто именно нокаут, выключает приспособления нужные дикарям, но мешающие улучшению культурных сортов. Опять же ждать милости от природы, когда мутация случайно в каком-то гене произойдет, это слишком долго. А вот искусственно вызвать ее вопрос одного-двух лет. Главное, чтобы был известен ген-мишень. Ну и конечно не могу обойти стороной удачные примеры на картофеле. Помните историю про разные молекулы крахмала и о том, что разное соотношение ветвистых молекулами лопектина и линейных молекулами лозы влияет на физико-химические свойства крахмала и нужны разные соотношения этих молекул для разных диетических или промышленных целей. Так вот, нужно было сделать, чтобы не синтезировался фермент гранулсвязанная крахмал синтаза, так называемый ГБСС, для того, чтобы получить амилопектиновый картофель. Этот фермент кодирует один единственный ген, но вот нюанс. Картофель имеет тетраплоидный геном. Да к тому же все четыре варианта или, как говорят, аллеля гена ГБСС у него разные. Надо было создать такую конструкцию для нокаута, которая нацелена на внесение нуклеаза и разрывов сразу во всех четырех аллелях. И это получилось. И получился амилопектиновый картофель. Еще один симпатичный пример с картофелем, нокаут вакуолярной инвертазы. Это такой фермент, который сохраняется длительно в вакуолях картофельных клеток, в хранящихся клубнях. При пониженной температуре, около 4 градусов Цельсия, вакуолярная инвертаза активно расщепляет крахмал на простые сахара. Может быть, кто-то пробовал, если изготовить слегка подмерзший картофель, он будет таким сладковатым на вкус. Это и есть вот эти самые сахара. Для картофеля, который готовится в виде полуфабриката на чипсы или на изготовление картошки фри, это плохое свойство. Потому что хранят такой заранее нарезанный и упакованный картофель именно в охлажденном виде. И если он долго так пролежит, то в нем как раз работает эта самая вакуолярная инвертаза. И чем дольше лежит картофель, тем больше в нем образуется простых сахаров. И вот, когда такой картофель начинают жарить, то сахара в результате жарки образуют канцерогенные вещества, производные акриламида, отнюдь не полезные для организма. И к тому же, такой картофель приобретает непрезентабельный вид. Вот картофель с нокаутированным геном вакуолярной инвертазы. Его вы можете видеть в верхнем ряду после разных сроков хранения. Он вполне себе может храниться в охлажденном виде долго. И ничего такого вредного происходить с ним не будет. Ну и конечно не могу обойти стороной томаты. Посмотрите, к чему приводит нокаут гена СПГ-5 у томата. Такое растение с нокаутом приобретает детерминатный, то есть ограниченный тип роста. Имеет укороченный стебель. У такого растения наблюдается дружное созревание плодов. Такой сорт очень хорошо иметь в крупном товарном производстве. Ну а у себя дома на огороде можно оставить и исходный вариант. Удобно, когда созревание томатов растягивается на несколько недель. И ты можешь ежедневно снимать несколько штук и делать каждый день салатики из свежих томатов. Ну и конечно нельзя не упомянуть результаты работы нашего коллектива по проекту РНФ. Редактирование ячменя. Ячмень не самая благодарная культура в геноинженерной работе. Но нам удалось произвести нокаут нескольких генов. Первым из них был ген НУТ. Этот ген отвечает за плотное прикрепление цветковой чешуи к зерну. Такой ячмень называется пленчатый. Отделять цветковую чешую от зерна пленчатого ячменя довольно-таки сложно. А с обдиранием чешуи вместе отходят и верхние слои оболочки зерна, которые богаты биологически активными веществами, витаминами, антиоксидантами. Таким образом зерно пленчатого ячменя при переработке еще и обедняется. Среди сортов ячменя встречаются голозерные варианты, у которых цветковая чешуя легко отделяется. Но если мы задумаем перенести признак голозерности в какой-нибудь пленчатый сорт, который нам нравится по всем остальным признакам, то нам придется несколько поколений подряд вести скрещивание и отбор. И у нас уйдет на это лет 10. Итак, мы нацелились сократить этот процесс и нокаутировать ген НУД при помощи генетического редактирования. От начала постановки экспериментов до получения и проверки фенотипа мутантных растений поколения Т1 у нас ушло 2,5 года. Мы проверили полученные мутанты. Они не несут в себе признаки трансгенных растений. То есть это мутантные, но не трансгенные растения. А вообще как же так получается, что в процессе доставки в клетку нуклеазы и направляющие РНК мы вынуждены использовать методы геноинженерии, но в итоге можем получить нетрансгенные растения. Дело в том, что конструкция, которая содержит гены нуклеазы и направляющие РНК, может встроиться в какую-то из хромосом редактируемого объекта. Но мутацию нуклеаза внесет в заданном месте другой хромосомы. А согласно законам генетики, в следующих поколениях будет уже наблюдаться независимое расхождение хромосом по дочерним клеткам. И большинство этих клеток дадут начало мутантным, но не трансгенным растениям. Есть также варианты доставки, которые вообще не подразумевают встраивание чужеродных генов в геном растений. Итак, блестящие результаты кооперации представителей физической и химической науки вокруг зародившейся чуть более 100 лет назад генетики принесло в разные годы минувшего столетия и уже в нынешнем столетии и, надеемся, будет приносить и дальше блестящие плоды. А раздумывая о современных методах селекции и о технологиях генетического редактирования, по неволе вспоминаешь цитату Вавилова, записанную им в 1912 году. Примеряя эту цитату Вавилова о роли генетики для селекции к сегодняшним реалиям, можно вполне говорить о том, что Николай Иванович предвидел еще 100 лет назад такие технологии и подходы, какими сегодня являются маркер-ориентированная селекция или генетическое редактирование. Позвольте еще раз прочесть эту цитату. Не умаляя успехов эмпирического искусства, все же смело можно полагать, что в освещении научными генетическими знаниями процесс сознательного улучшения и выведения культурных растений и животных пойдет много быстрее и планомернее. Эта пророческая цитата и известные факты о том, как начались затем гонения на генетику и на самого Вавилова и его соратников, говорят о том, что Вавилов опережал свое время. И это его высказывания, и огромный труд, в том числе масштабные генетические работы под его руководством в 20-30-е годы, не были до конца в полной мере осознаны современниками. Но зато мы можем их сегодня оценить и сказать огромное спасибо. Тем более, что буквально через пять дней весь мир празднует день рождения Николая Ивановича Вавилова, одного из самых знаменитых наших соотечественников, великого путешественника, ботаника, географа, генетика, селекционера, человека с масштабным мышлением, ученого, опережавшего свое время. Продолжение следует...